Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Богатейший Ди. Все игроки с большими деньгами просто ждут сигнала, чтобы вывести свои средства из публичных акций и тем самым обрушить рынки. Они думают, что это произойдет за несколько месяцев до следующих федеральных выборов в ноябре 2020-го. Во власти банкиров печатать деньги практически из воздуха. Они печатают триллионы долларов и одалживают их своим приятелям-олигархам, которые вкладывают долги своих корпораций в обратный выкуп акций на репо, а после забирают прибыль для себя. По какой-то причине это не поддерживает экономику, и ситуация продолжает ухудшаться. Так что они делают это снова и снова, и что же может пойти не так? Вы хотите знать, почему рынок настолько высоко вырос? Если мы устраним обратный выкуп акций корпоративных компаний и покажем реальные темпы роста, учитывая реальную процентную ставку 7-9%, то рынок будет около 15 тысяч, но никак не почти 30. Ведь обратные выкупы акций искажают реальное положение рынка, увеличивая его в ваших глазах. То, что держит рынок наверху, это долги. Это долги, которые банкиры никогда не собираются возвращать. Поэтому они печатают всё больше и больше. Но однажды крепостные увидят, что деньги ничего не стоят, а все эти банки являются несостоятельными мошенниками. Что же произойдёт в тот день, когда рынки начнут учитывать государственные долги? И корпоративные долги? И личные задолженности? Это будет конец игры. Между тем невежество благоухает и развивается. Увеличение долга является важной характеристикой этой финансовой системы. Долг это единственный способ создания денег. Нет долга, нет денег. И будут ли проценты по этому постоянно растущему долгу когда-либо выплачены? Эти долги никогда не будут выплачены. Никогда. Это не бычий рынок, то, что вы здесь видите. Это вызванное количественным смягчением инфляции цен на активы. Очевидно, что фондовый рынок поддерживается некоторыми искусственными средствами, чтобы толстосумы успели закончить набить свои карманы и уйти в длительный отпуск. Нет другого способа объяснить это безумие. Только обратные выкупы и центральные банки. Ну да ладно, хватит об этом. В своем последнем подкасте Питер Шиф затронул ряд вопросов, включая биткоин, фондовый рынок, несправедливое распределение богатства, ФРС и возраст голосования. Даже эту тему почему-то он задел. Он также сказал, что мы должны быть благодарны за капитализм. Также он задел тему того, что фондовые рынки на время выхода этого подкаста снова достигали рекордных максимумов. Это было связано с большим оптимизмом по поводу торговой сделки с Китаем. Питер сказал, что все слишком недооценивают влияние количественного смягчения или сокращенно КС на рынке. Далее я приведу цитаты. Я знал, что КС-4 придет. КС-4 это количественное смягчение, четвертое. Я был на 100% уверен в этом. Я сказал, что ФРС собирается снизить ставки и они делают это. Я просто недооценил, какое повышенное давление это окажет на фондовый рынок США. На самом деле я думал, что доллар будет падать, потому что ФРС удивит всех, делая именно то, чего от него ожидали. Снижение ставок и возвращение КС. Ну они действительно сделали абсолютно то, чего я ожидал, за исключением того, что доллар не упал. Но я думаю, что резонно добавить пока. Доллар пока еще не упал, потому что он упадет. А когда упадет, упадет как камень. И я не думаю, что это будет позитивно для фондового рынка США или рынка облигаций США. Тогда мы увидим гораздо больший рост цен на золото. Это была цитата Питера Шифа из этого подкаста. Также Питер сказал, что многие люди, которые зарабатывают деньги на фондовом рынке США, думают, что они умны. Но это абсолютно не так. Если бы они были умны, их бы не было на фондовом рынке. А если они находятся на рынке, то лишь ради одиночной сделки. Говоря при этом всем, да я знаю, что это полный тотальный булшит. Но, по словам Питера, они лишь кучка идиотов, покупающих акции. Питер собирается купить акции сейчас, чтобы потом продать этим идиотам, а также выйти с рынка, прежде чем они поймут, что рынок развернулся. Еще Питер рассказал о президенте ФРБ Миннеаполиса Ниле Кашкари. Это один из самых мягких центральных банков ФРС. В своей недавней речи Кашкари предположил, что центральный банк мог бы использовать денежно-кредитную политику для решения проблемы несправедливого распределения богатства. Питер Шрифт думает, что это было бы хорошим знаком, потому что одна из причин, по которой мы наблюдаем увеличение разрыва между богатыми и бедными, это ФРС и политика, которую проводит Ник Кашкари. «Создание инфляции и ослабление денег — это способ передачи богатства от людей, которые копят и хранят, к должникам», — говорит Питер. И под словом «должник» он не имеет в виду типичного американского или любого другого потребителя. Он предполагает, что это люди, которые были вынуждены покупать реальные активы за заемные деньги. Когда вы покупаете актив и заключаете долговые обязательства, инфляция сделает вас богаче, как это ни странно. Почему? Потому что она аннигилирует стоимость заимствованных вами денег. И теперь вы остались с реальным активом, который вы приобрели. А кого же вытрут ноги? А ноги вытрут о вкладчиков. Вкладчики и люди, которые копят и хранят. На английском языке это называется «saver». Кто же такой этот «saver»? Это обычный парень с доходом 20 тысяч долларов в год, который вкладывает наличные деньги в обязательства по оплате жилья, коммуналки, здравоохранения, страхования жизни, возможно даже облигации. Также у него, конечно же, есть немного сбережений, которые он регулярно дополняет порциями новых наличных денег. Он тот, кого на рынке уничтожают. И поэтому общество делится на людей, которые в свое время купили акции за счет кредитного плеча и, как правило, стали богаче. И людей, которые этого не сделали. Некоторые люди просто не имеют достаточных доходов или активов, чтобы сделать это. Они просто пытаются сэкономить свои заработанные деньги и, конечно же, копить их. Но в итоге всех их обведут вокруг пальца. Политика ФРС также передает богатство от наемных работников и тружеников спекулянтам. И это побуждает потребителей брать на себя долги, наводняя рынок дешевыми деньгами. Уверен, ФРС втихаря посмеивается над этим, но чья бы корова мычала, как говорится. ФРС заявляет, что собирается что-то сделать с неравенством в доходах. Одновременно с этим, являясь причиной того, почему это неравенство в доходах постоянно становится больше, чем было. Конечно, в свободном обществе не может быть равенства доходов. И даже если вы собираетесь принять это ошибочное представление о фиксации неравенства доходов, как ФРС собирается выполнять свои громкие заявления? Все, что они, блин, могут, это напечатать деньги. Это правда игра в количественное смягчение, которое может продолжаться долго. Но как только вы вывезете все богатство из среднего класса через массовые долги и государственные расходы, которые, кстати говоря, взлетели из-за более слабой экономики, последует взрыв. Серебро и золото не должны рассматриваться в качестве ценного актива в текущем финансовом цирке. Скорее их стоит использовать как хеджирование рисков, когда финансовый цирк потерпит крах. Говорит Питер Шиф. Чем дольше золото и серебро будут сдерживать в резком и взрывном росте, тем больше его смогут накопить без возникновения синдрома упущенной выгоды. Таким образом, финансово вам будет легче скопить богатство для своих детей или внуков. Решение должно быть в трех словах. Свободный рыночный капитализм. Проблема в том, что грядущий кризис будет очень плохим. Это будет намного хуже, чем в 2008. И вы знаете, что во всем будут обвинять именно капитализм. И наверняка все будут говорить вам, мы же тебе так и говорили. Мы сократили налоги для богатых, отменили регулирование. Трамп унаследовал большую экономику от Обамы. И все, что перешло к нему по политическому наследству, он растратил на снижение налогов для богатых. И все будет очень жестоко. Люди будут требовать радикальных решений. Я предполагаю, что революционным решением мог бы стать капитализм свободного рынка. Потому что у нас его не было очень давно. Но все почему-то уверены, что это все, что у нас и было. Даже люди, которые якобы защищают капитализм, думают, что он нуждается в перестройке. Что все нужно переделать заново для современной эпохи. Уберите государство вон из экономики и верните рыночные силы. Нам не нужно заново делать капитализм. Нам просто нужен капитализм в том самом чистом и первозданном понимании. А не вот это, далеко не самая удачная смесь капитализма, социализма и еще чего-то. Это портит репутацию чистого капитализма. Что нам нужно сделать, так это вытащить весь социализм из капитализма. Это портит его репутацию. Нам нужно убрать государство из всего этого, чтобы рыночные силы могли вернуться. Но, к сожалению, политика совершенно не та. А что дает политика ФРС? ФРС – это способ перекачивать богатство от наемных работников спекулянтом. Поскольку наемные работники видят ценность своих доходов, их заработная плата преуменьшается денежно-кредитной политикой ФРС. Инфляция разрушает стоимость их трудовых доходов. Но это помогает увеличить ценность дохода, который спекулянты получают благодаря различным существующим финансовым рычагам. Все сделано так, чтобы рабочий класс просто-напросто обогащал богатых, а не себя. Поэтому богатые и становятся богаче. Кто может позволить себе такие спекуляции? Ну, точно не средний класс, он не может. Средний класс просто пытается экономить и копить зарплату. Рынок отталкивается от обязательств, которые будет нести средний класс. И поэтому, когда рынок рухнет, именно средний класс будет держать основной удар. Ценность их работы будет снижаться, потому что стоимость жизни будет расти. Но ФРС хочет сделать вид, что стоимость жизни не растет. Но это не так. В каком мире вы вообще живете? Очнитесь. Стоимость жизни растет быстрее, чем зарплата большинства людей. Так что это только помогает стимулировать неравенство в доходах. Вот такой рассинхрон между действиями и словами ФРС. И, конечно же, дешевые деньги, которыми ФРС наполняет рынок. Все это также дает потребителям сделать неправильный выбор. Брать долги даже для покупки предметов первой необходимости. Я лично знаю многих людей, которые так делают. Покупают хлеб в долг. Хлеб. Частные банки занимаются частичным резервным кредитованием. По факту создают деньги из ничего, которые потом отдают в долг. Людям, бизнесу, нациям. Обоим сторонам всех войн с процентами. Теперь спустя многие поколения таких действий, банкиры, постоянно скупающие ресурсы всего мира и финансирующие все конфликты на планете, фактически полностью контролируют мир. Даже ни разу не выстрелив из ружья. Банкиры финансируют все стороны каждого конфликта, вкладывая себя в каждое дело. За каждым конфликтом, поверьте, стоят банкиры, которые выдают кредиты и контролируют ситуацию, независимо от того, кто выигрывает в этом конфликте. Это недавняя суперинъекция количественного смягчения, которая опять отправляет нас на Луну как минимум на год. Честно скажу, эти рынки уже вызывают отвращение. 1,3 триллиона долларов – это новый появившийся долг уже в этом году. Точнее, уже в прошлом. 2020-й уже наступил, я все думаю, что 2019-й. ФРС вливает очередные 110 миллиардов на рынок репо. Живем займы и не задумываемся о тратах, как девушка легкого поведения с пристрастием к наркотикам. Это просто отвратительно. Банки не создают резервы, то что не делают больше похоже на казино. В США всего за несколько месяцев было три снижения ставок. Все началось с четвертого количественного смягчения, которое проводили без анонса и втихаря, с минимальной покупкой казначейских облигаций на 60 миллиардов долларов. Далее ежедневно совершалось 150 миллиардов инъекций в рынок репо, уменьшая баланс Федеральной резервной системы до более чем 4,2 триллиона долларов. И этот список можно бесконечно продолжать. Об этом, кстати, вы можете более подробно узнать в моем видео, в котором я коснулся темы репо, финансовых вливаниях ФРС, а также об их балансе активов. Ссылку на это видео я оставлю в описании и сейчас подсказочка тоже вылезет. Стоит уточнить, ребята, все перечисленные это инструменты, с помощью которых центральные банки должны бороться с рецессией и депрессией. Их следует использовать только в чрезвычайных ситуациях, таких как, например, финансовый кризис в 2008 году, а их используют прямо сейчас. Джей Пауэлл, Мнучин и Трамп одержимы фондовыми рынками, потому что они хотят, чтобы все выглядело благоухающим, процветающим и все для того, чтобы переизбрали Трампа на пост президента США. Это отвратительная и бездумная манипуляция, которая может привести к значительным последствиям. В этом чемодане лежит триллион гранат, которые только ожидают взрыва. Как только этот взрыв произойдет, ФРС будет беспомощен, чтобы остановить его. Я предсказываю, что когда это произойдет, то события будут развиваться очень стремительно. И самое грустное, что нам обязательно придется пройти через это, ведь никаких инструментов, чтобы исправить ситуацию, у нас попросту больше нет. Вот и все на сегодня, ребята. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если это так, то не забудьте поставить лайк, а также оставьте свой комментарий внизу, если вам есть что сказать. Всем спасибо за просмотр. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатеете. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»